Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветов. С вами Ломонос Петр. О чем сегодня пойдет речь в нашем ролике. Мы поговорим о такой культуре, как базилик. Последнее десятилетие эта культура стала очень популярна среди наших огородников. Почему? Потому что листья базилика употребляются в салатах. Ну а салаты мы тоже как бы стали любить. Ассортимент салатных культур стал на наших участках гораздо-гораздо больше. Далее базилик применяться при консервации. Добавите пару листиков базилика при консервировании огурцов, помидор или тех же кабачков. И вы заметите, как вкусовое качество этого продукта гораздо улучшится. Далее сухой порошок из базилика. Очень хорош в мясных блюдах. Также в рыбных блюдах добавляется сухой порошок базилика. И блюда приобретают, блюда там, консервации любые. Приобретают, значит, очень хороший вкус, очень интересный оригинальный вкус. Значит, становится более аппетитным. И вот многие как бы выращивают базилик. У кого-то он получается, у кого-то не получается. Давайте будем разбираться с ошибками, которые мы допускаем при выращивании базилика. Ну, базилик – это теплолюбивое растение, родом из Средиземноморья, то есть субтропические районы, где он произрастает. Но он произрастает в более южных субтропических районах, то есть там, где климат близкий к тропикам. Это Средиземноморья, но это как бы более африканское Средиземноморье. И почему он унаследовал от этого теплолюбивость? Поэтому теплолюбивость – культура теплолюбивая. Ну, значит, технологии выращивания базилика есть две. Первая технология выращивания – это посев в открытый грунт. Но это можно сделать не раньше середины мая. В середине мая взяли, выращивали в открытый грунт. Наши сходы появляются через две недели. Уждите этот момент. То есть конец мая, начало июня появятся только первые сходы. В этом случае, значит, своего базилика вы можете сделать одну срезку листьев. Больше вы листьев не срежете. Это раз. Что дает выращивание в открытом грунте. Ну, конечно, хлопот гораздо меньше. Но более хлопотно – это выращивание базилика через рассаду. Выращивание через рассаду, значит, почему более хлопотно и в каких случаях оно необходимо. Значит, для того, чтобы собрать семена базилика, его выращивают только через рассаду. Второй нюанс, что выращивание через рассаду позволяет сделать не один сбор листьев, а два-три сбора листьев. То есть растение получается более продуктивно, мы используем время, и растение более продуктивно дает больший выход зеленой массы. Ну и дальше, что необходимо помнить? Что для базилика подойдет любая огородная почва, то есть растение неприхотливое. Ну, конечно, почва плодородная и реакция ближе к нейтральной. Для такой почвы ваш базилик будет расти гораздо лучше. Ну и далее, растение очень светолюбивое, поэтому в тени, значит, вам не удастся получить хорошую зелень, это раз. И, во-вторых, в тени базилик будет не такой ароматный, это два. Поэтому по этим нюансам отводите плодородные места, плодородная почва и солнечные места. Тогда ваш базилик будет ароматный и будет давать хорошую продуктивность. То есть будет очень расти хорошо. Ну и высота растений обычно колеблется от 30 до 40 сантиметров и как бы всегда заканчивается с ответьем. Как начинают появляться с ответьем? Значит, верхушку можно срезать, тогда растение станет больше давать боковых пасынков и, соответственно, он будет больше нарастать зелень на вашем базилике. Селекционеры работают с этой культурой давно и уже, значит, получили много разных сортов. Есть, значит, базилики с ароматом коварицы, есть базилики с ароматом ванили, есть базилики мятные. Потому что линейка базиликов очень-очень широкая. Поэтому вкус базилика, который вам подойдет, вы выбираете сами. Посеете разные базилики, потом попробуйте их в салатах, консервациях, и вы определитесь, какой базилик вам лучше подходит. Ну, одно общее такое правило. Все базилики, которые с фиолетовыми листьями, они более ароматные. Они более ароматные, то есть более душистые. Базилики с зелеными листьями, они менее душистые. Поэтому, если у вас есть какие-то аллергии на растения, значит, вы саживаете зелено-листные базилики. Если вы нейтральный к растительной еде, значит, вы можете выращивать фиолетовые базилики. Используйте вот эти способы. Пусть это растение поселится на вашем огороде. Попробуйте один раз, я его пишу, и вы его постоянно будете применять на своем участке. Удачи вам и приятного аппетита. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok